УАЗик, это наш танк Мурана, это нехороший вариатор. Еще машин 30 сюда добавятся. Никаких подводных камней от слова не может быть совсем. Гарантия за моей спиной, ребят. Компания ТСД ПРО. Деньги берем, значит надо качественно делать. И машина говно. Коробка там ничтожная. Мне неприятно это видеть. Поздравляю. Спасибо огромное. Лучше БНУ взяли бы. Как на гелике, смотри. Китайская шелепа. Лучше вот столько съесть, чем вот столько и в горле застрянет. История успеха начинается с детства. С наших маленьких мечт, которые становятся реальностью. С маленького шага, который потом превратится в твой жизненный путь. Знание – ключ к будущему. Если ты дополняешь знания азартом, тебя ничто не сможет остановить. Не бойтесь трудностей, а не ваши учителя. Смело сделать первый шаг – вот что отличает лидеров. Поверьте в себя, и неопреодолимых препятствий не будет существовать. Сегодня Сослан не просто мастер в автомобильном сервисе. Он предприниматель, вдохновляющий других на своем пути к успеху. Никогда не сомневайтесь в силе своей мечты. Поверьте в себя. Поверьте в свой успех. И не забывайте о сервисе, который поддержит вас на этом пути. Я тот, кто я есть. Я слышу свое сердце. Друзья, всех приветствую. Наконец-то я открыл в Калуге автосалон. Порядок 50 машин. Машины с пробегами в основном, процентов 90. Ну, 10% какие-то новые тоже есть. Собственно, пойдемте вместе посмотрим, что у нас имеется здесь. Это город Калуга. Зерновая 48. Всегда можете позвонить сюда, обратиться. Вот здесь вот номера. Вот видите, это менеджер. А также будет телеграм-канал. Там все будет опубликоваться, все рассказываться. Полная история машин, от слова полная. Никаких ай-уй. Здесь все машины, прежде чем поставить на продажу, она проверяется досконально моей командой. И мы знаем всю историю про все машины. Где скручено было, где перекручено было, где что крашено было. Где там, что, чего и как. Знаем все. Так что при покупке машины вы будете знать всю историю. Именно истину. В этом я даже не парюсь и не заморачиваюсь. Тут гарантирую это. Здесь никакого обмана. Здесь все честно, все открыто. Озвучим вам гарантию на эти машины все. Ну, в целом, пойдемте глянем, что у нас имеется на сегодняшний день. Какие машины я решил поставить. И дешевые, и чуть дорогие, и разные, как бы одним словом. Пойдемте прогуляемся. Вы не поверите. УАЗик. Это наш танк. Глентваген, парни. Гелик. Отечественный гелик. Шпорт, Chevrolet, Fiat. Это у нас новые машины. Абсолютно новые. Chevrolet Enzo. 2,150, ребят. Внутри очень интересно, с большим монитором. Ну, порядка еще машин 30 добавится. Ну, где-то будет машин 8,70. Именно здесь только. Бюджетные варианты. Вон они, смотрите, KIA. А вот это классная машина. Вот именно, надежная машина. Классная машина. Все машины привезенные. Какие-то на обмен привозили даже. Ну, проверили, естественно, все полностью. Skoda, Volkswagen. Слушай, в целом здесь, видишь, обрати внимание, машины такого среднего класса. И новые, и бывочные. Да, Polo, Skoda, Sittke, Rio. То есть, такой сегмент машин. Позволить себе ее можно. И не обламываться вообще. Это у нас новые Elantra. Эти машины к нам привезли. Их 8 штук. Остались 2. Остальные все прямо с автовоза забрали. То ли в такси, то ли куда-то. И вот еще 2 остались они. Но здесь вариатор. Честно, лучше в последнюю очередь рассматривать эти машины. Вот именно вариаторы. Пройтись везде, пройтись отовсюду. А вариаторы в самую последнюю очередь, ребят. Здесь не очень надежный вариатор. Ну что, Реношки. Вольцвагены. Эти новые абсолютно. Это рабочие машины. Это чисто рабочая машина. Отвези, привези. Подай, отнеси и так далее. Это Audi 5 и Camry. Новая машина, 22-го года. Пробег даже 2 тысячи нет. Ну вот такие недорогие машины. Чисто рабочие. Смотри, какая ласточка стоит. Ну как без отечественных машин. Ладно, смотрите. Любуйтесь. Они уже проверены 10-ти годами. Все мы знаем, что это Skoda, Chevrolet. Цены не кусаются. Выбрали такие машины, чтобы она подходила людям. Подходила и по цене, чтобы могли вывезти, купить и не обламываться вообще. То есть кататься и не заморачиваться. Здесь все машины на гарантии. Абсолютно полная гарантия. Мы всегда рядом. TSD Pro, ребят, никого не бросить никогда. Camry, Lexus, все на продаже. Все свеженькие, бодренькие. Ну вот, Апилюшка, Duster. Вот у нас Hyundai, автоматическая коробка. Самое главное, что это не робот. Volvo, XC90. Hyundai, Murano, миллион триста пятьдесят. Ну, ребят, давайте честно. В последнюю очередь рассматривать эти машины. Вообще, вариаторы рассматривайте в последнюю очередь. Есть, конечно, вариаторы хорошие, базара нет. Но Murano это не хороший вариатор. Это уже проверено. Много собак сели на этих машинах. Nissan. Да. Как? Без нашей машины я их тоже взял. Пусть будут. Они очень продаваемые, кстати. Вот наши машины уже штуки шесть забрали уже их. Kia. Ford. Механика Ford тоже. Вот это все машины, которые сейчас здесь есть на продаже. И остальные уже на подходе потихоньку все довозят. Сейчас еще новые поставим. Еще машин 30 сюда добавятся. Чтобы он ее заполнит полностью. Ну, надо еще дорабатывать. Здесь надо еще оснащать красиво. Компании, которые наклеены еще немного, что не успели снять, убрать. Ну, это вопрос времени. В целом, ребят, за эти машины я вручаюсь, даю гарантию. Здесь никаких подводных камней от слова не может быть совсем. Ребята здесь все адекватные, здравые. Знают мою позицию. Как говорится, единомучленники со мной. То есть, да, я таких людей только и беру к себе. Единомучленников. Машины такого среднего класса. Даже ниже среднего назовем. Недорогие. Цена здесь у нас адекватная вполне. Потому что истории все у нас на ладони. Про все машины здесь. И на отечественные, и на марки. Ну, как говорится, добро пожаловать. Всегда рады вас. Приходите, смотрите. А также, ребят, все эти машины поподробнее вы можете увидеть на нашем сайте. Наш сайт официальный. ТСД.ПРО. Там можете выбрать раздел авто с пробегом. И там увидите полностью все характеристики. Позвоните, уточните у менеджера. Потому что нам уже приезжали машины, которые уже скручены. Ну, как есть вам говорю открыто. Уже они скручены. Сами проверялись. Сами убеждались. Конкретные пробеги знаем на всех машинах. Это все менеджер вам скажет. Как есть. Открыто все. Чтобы вас никто здесь не обманул. Потому что есть машины, которые мы берем, проверяем. И видим, что там она уже скручена. И тем не менее, мы уже в курсе. Это все мы фиксируем. Прикладываем к машине. Чтобы человек знал, что там она скручена. Так и так. Но, тем не менее, на них есть гарантия, друзья. Так что не переживайте. Абсолютно от слова совсем. Конечно, это не Москва. Это Калуга. Но мы сейчас потихоньку по регионам будем открываться. И возить нормальные машины. Это проверенные машины. Эти машины уже прошли. И огонь, и воду, и голод, и холод. И вы все прекрасно знаете. Не мне это вам говорить точно. Я подобрал такие машины, чтобы был и бюджет, и качество. И гарантия. Гарантия за моей спиной, ребята. Компания TSD Pro. Вот она. Вот машина, парни. Вот легенда. Видите? Оп. Коллекция. Глентваген, Вольво. Ну, там всякие Мазерати. BMW. Это наш офис. Такой уютный. Чистенько, красиво. Тепло. Здесь можешь всегда сесть. Хочешь попить, посмотреть телевизор. Пока вас там оформят. Удобство. Все есть. Всегда рады вам. Звоните, пишите. Мой телеграм-канал вы знаете. Ну, и покажем вам наши телеграм-каналы автосалона в Москве новыми машинами. И автосалона с пробегом в город Калуга. В Москве тоже еще откроем одну с дуочными машинами. Ну, и по регионам потихонечку, потихонечку дойдем до всех. Вот, если бы чуть-чуть руку приложили бы к ней, довели бы до ума все. Этой машины цены не было бы. Это просто монстр трак, ребят. Один владелец, год выпуска, 16-й год. 950 тысяч, ребят. Вот вам машина. Механика. Полный привод. Знаете, как зовут эту машину? Мороз, я в деревне Рос. Это сигнал. Ну, теперь посмотрим ее со стороны. Как на гелике, смотри. Глентваген, ёпта. Хорошая. На самом деле, неплохая машина. Очень много к нам обращаются по поводу реставрации этих машин. С нуля вообще их реставируем, усиливаем. И вот эти все недоделки, которые производитель не доделывает нормально. Наши ребята уже на Рябинова. Команда Яшины. Они такие куколки из них делают. Почему такие не продают, почему не делают так, как они делают обычные люди. В целом, ну, сколько? 53 машины. Что, сейчас довезем, забьем полностью. Здесь надо зачистить. Там какие-то 3-4 машины че-то стоят. Ну, короче, честно, чуть порядок провести. Ну, потихонечку уже все начали. Вот уже клиенты ходят, там покупают, что-то машины смотрят. У нас сегодня фартовая нога. Мы приехали и две машины уже купили. Вот менеджер ходит, показывает машины людям. Вот клиенты ходят. Я хочу усилить эти вариаторы, либо вообще подшипник туда поставить. Но надо посмотреть, если они каленые, вал каленый, либо он ни хрена не каленый. Надо проверять. Надо проверять. Вот это мне сейчас... Сначала надо проверять вал, надо ее выбить и посмотреть. Это у нас 0.25CHA. Китайский вариатор, ребята. Вот это стартер. С чем они все и приезжают с проблемой. Сейчас я пытаюсь взять нориком, придумать, как ее усилить, как сделать так, чтобы они долго служили у людей. А то мне просто реально жалко людей. Они приезжают на таких смешных пробегах, что просто жесть. А все, она уже вылезла. Протащим ее чуть-чуть. Чем-нибудь порежь мне ее. О, горячая какая. Это получается бронза? Да. Китайская бронза? Да. А почему она такая? Она очень-очень мягкая. Мягкая. Значит, олова. Это олова и мед. Мед много. То есть, это, скорее всего, сделано заводом так? Да. То есть, они понимают, не дураки там, понимают, что делают. То есть, они выбрали в коробке слабое место, это втулка. Они все поголовно, Норик, приезжают вот с этой проблемой. Поголовно все. Вот нету что, что-то с другим. Мы можем сделать свою втулку хорошую, качественную, надежную. Именно бронзовую, без всяких размешаний и экономии. Можем сделать бронзовую, наше. Да, отечественную. Отечественную, бронзовую сделать. Значит... Это, которые на рапторах ты делаешь? Да. Это проба у них, да? Три пятерка. Это как на золоте, у них тоже проба, да, идет? Это так называется. Три пятерка, самый высокий, качественный бронз, который с него делаем почепники на высокочастотные станки. Мы в силе это сделать? Или это дорого клиенту обойдет? Как мы можем... Ну, немножко дорого обойдется, но ничего. Ну, не дорого этого. Слушай, этот стартер стоит, Норик, 50-60 тысяч. С этим говеным втулкой. Вот с этой вот, которая не выдерживает. Вот это материал. Это у нас три пятерки. Ага, три пятерка, вот. То есть вот у нас как раз под размер материал, да? Угу. То есть мы можем сделать втулку. Это чистоган, правильно? Не разбодяженный, ничего. Нет, ничего. Это тоже советский. Ты где их находишь? Копаешь где-то, что ли, советский? Да. Да? Да, Голь, да, нормально, да. Потому что это практика мне так. Ну, понятно. Давай вот сделаем вот таких парочку. Посмотрим на наших втулках, как она будет себя чувствовать. И если все-таки это какой-то дефект, может и вал хреновый. Вал умирает из-за того, что она стачивается, все. То есть там все, она вся царапается до ужаса. Вал на выброс, старт на выброс. Они приезжают все, 99% с этой проблемы все приезжают. То есть наша задача сейчас вот это вообще расплавить. И ты увидишь сам, из чего это вообще сделано. Что здесь замешано. Потому что это нечистая. Она в руках вся, она гнется вся. Понятно. Ну, китайские экономят все. Давай мы не будем экономить, если мы сделаем, то мы усилием. Ну, у нас экономят зачем? Деньги берем, значит, надо качественно делать, чтобы крыльт того либо. Ну, хотя мы пусть 150 тысяч катаются машины. Хотя бы 150 тысяч. Запросто. То есть вот это выдержит? Да. Отлично, супер. Ну, тогда что, начнем усиливать. И надеюсь, что люди не будут на 30, на 20, на 10, на 15. В основном все до 60 тысяч приезжают. 60-70. Вот у нас сейчас рекорд приехал 132. Это один из 50, который мы подчинили только черри. Я думаю, что это только начало. Они сейчас все просто посыпятся. И нам придется их восстанавливать. Их за общая ставить смысла нет. Он может даже нашу гарантию не отъехать и вернуться. Это на нашу голову лежит. Понятно. Я вот все, что мы подчиняли. Если будем ставить их на запчат, одна и та же. То же самое будет. То же самое. И я сейчас вот те, которые мы подчинили, я сейчас сижу и пальцы крестом, чтобы они не вернулись. Чтобы они отъездили. Чтобы не нервничать, не переживать. Давай знаешь, как сделаем? Один подчинником замутим. Один вот этой втулкой. И посмотрим, сколько лучше проедет. Да, эксперимент. Ну да, что делать? Эксперимент, ну, смотрим по срокам, сколько служит. Будет лучше. Либо подшипник. Опять же, подшипник какой мы будем доставить? Так, держи этот. Это некая втулка под подшипник сделана. 2 и 1. Они одинаковые. Размеры подшипников одинаковые с 16-ым, 11-ым вариатором. Вот это от 11-ого. 11-ый они не ставят бронзу. Это алюминиевая. Нет, это не алюминий, но алюминиевый сплав. Ну, сплав алюминиевый. И металл. Размеры одинаковые. Они прям скопировали. Все скопировали китайцы. Ну, сделаем эксперимент. Сделаем и подшипником, и сделаем нашим отечественным бронз-три пятерки. Это высшее качество, и она гораздо дольше прослужит. И ваши же машины, ребят, проедут гораздо дольше. Они так, как вот сейчас сыпятся, как семечки. Честно, мне неприятно это видеть, потому что, ну, нехорошо, чтобы машина проезжала 20-30-40. Это ни в какие ворота уже. Ну, примерно, я понимаю, вот будет втулка с маленьким подшипником, вот, который установлен. Правильно? Ну, подшипник в таком виде. Ну, я понял. В таком подшипник. Ну, сейчас. Давай сделаем тогда две машины, я с клиентами поговорю. Я на свой страх и риск возьму этот эксперимент. Не дай бог, что за счет компании? Сделаем один такой черри и один такой черри. Ну, не с такой, это нафиг, китайская не нужна. Китайская шутка. Один такой делаем наш, и один такой делаем подшипник. А прикинь, 200-300 проедут. И представляешь, Донорик, нас с тобой в заводу умеет, закопают нас с тобой. Если все это сделаем, вообще клиент, наверное, не вернет обратно. Долго будет. Вечно будет. Вечно, да? Ну, здесь, потому что подшипники, они не дадут стереться, они не дадут, ну, она постоянно в работе. Система-то другая. А здесь все равно трение будет, тут касание будет, понимаешь, именно к металлу. Это тоже долго будет. Нет, это долго, потому что качество. Я думал, они одинакового цвета. Вот это уже обработанное. Втулка готова для гидротосформаторов. Это на рапторах идет. На большие бублики. Вот эта втулка, мы сами изготавливаем ее. Она прочная, очень прочная. Вот теперь смотрите цвета. И это бронза, и это бронза. Только эта три пятерки чистая. Вот это чистая, ребят. А вот это вот китайская шелепа. Сделаем чудо и поможем людям. Это будет очень хорошо. И всегда помогали людям. Ну, тут будет сильная помощь, поверь. Потому что люди мне пишут, спрашивают, можем ли мы это все избежать, ну, помочь людям в этом плане. То, что это говно, все уже поняли, что это говно. И машина говно, коробка там ничтожная. Хотя бы мы усилим коробку. Хотя бы уже какая-то будет надежда, что она прослужит долго. И нам будет спокойно, что он не вернется на нашу гарантию. Больше будет? Больше. Пусть ездят 200 люди, пусть катаются. Пусть катаются. Вот. Все равно мы всех не починим. Они все равно всегда ломаются, всегда проезжают другие. Всегда на замен есть другие машины. Понятно. Без работы мы не останемся, а тут мы просто... Нет, не об этом разговорим. Нет, не об этом. Против завода пойдем просто. Да, против. Против завода и все. Ладно, друзья, тогда постараемся помочь. Реально постараемся сделать так, чтобы люди ездили дольше. Нам это не жалко сделать, просто времени на это нужно. Нужно времени и, наверное, какие-нибудь, чтобы быстро делать. Это когда они все будут много проезжать, тогда и станок. Подгоним под эти втулки уже. И чтобы их штамповали и делали. Не проблема это. Не проблема. Ну, я и не сомневаюсь. Как стакан воды. Победит. Ну, друзья, вот мы приехали. Второй салон там. Кстати, джили забирают. Осталась одна штука. Белая она стоит. Все джили уже внесены предоплатой. Там 4 джили, их уже сейчас тоже на днях заберут. А это дорогая штука, друзья. Это новая семерочка. Полный фарш. Их седьмая. Здесь будет офис. Там кредитный отдел. То есть клиентская зона. Весь этот этаж, минус второй, здесь все заполнится машинами. Весь вообще. Здесь парковки больше не будет. Нет, это я не продам. Это... Это не трогайте. Сюда не смотрите. Как они ее испортили? Вот как? Зачем? Зачем вот эти глаза лишние? Ну, это новая еще. Новая мода, новая тема. Range Rover, Lexus, джили, BMW. Ну, здесь такие отборные машины. Ли-9 и Ziker. Так, на любителя чисто. Так, эти джили уже все. Проданы за ним. Просто за ним еще не приехали. Ну, едут уже. Ну, как, смотрите, да? Да. А что смотрите так, чисто не интересно? Нет, покупили ее. Уже взяли ее? Да, у меня коврики привезли. А-а-а. Подготавливаю вот этот, как его, таблички повесил. Я все можно просто забирать, чтобы уже готовы. Все, отлично, все. А, джили, как надо все. Я говорю, что там придет, нам уже на машину забирают, скажут, слышь, что вы не пропали здесь? А здесь это. Ну, круто, кстати, круто. Еще подготовишь, чтобы сразу все сел и поехал на Мират, перебить надо здесь полу. Ну, слушай, ну, это лучше, чем все остальные китайские машины. Согласен. Оно лучше, намного лучше. Намного, да. И поинтереснее машина. Какая она? Тут она хоть качество есть какое-то. Сборка? Как ты называешь? Лаваши, да? Лаваши. Это не машины, это помойки их называют. Да, это жесть. Просто жесть. Здесь хоть она, видите, джили чем плюсы, они не на количество работают. У них на большее качество соточено. Ты знаешь, нам не больше смахают. Они сделали, как Volvo SXC90, у нас туда похожи, мне кажется, где-то здесь схожесть есть, конечно. Есть вот эти прям формулы, ее как бы, ну... Ну, выбор хороший. Поздравляю вас. Спасибо огромное. Поздравляю вас. Молодцы, что занялись таким хорошим делом. Ну, да, видите, здесь одни такие вот V9 и Zipper. Все, остальные у нас Lexus и BMW. То есть уже вот жили все. Для людей как бы и пацанец молодцы сделали, потому что не шкурите на окку. Не, не, это неинтересно. В салон зашел эти куврики в обуховый брал, зашел 5 лямов стоит. Вот такая точно. Машина. 5 лямов, да. И гарантия какая? Ну, я там 2 года, по-моему, но ты сам знаешь, что мне обещают. Приедешь, сказать, да не, ребят, тут что-то вы не поменяли. У нас... Там что-то на резине на другой ездите, на ледной. Не, 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 к нам приедете, вам все нормально. У нас 2 года 50 тысяч. Там у тебя как раз... На жерке? На щелковской. Ну, рядом, да, да, да. Круто, и цвет хороший. Круто, круто, прикольно. Молодцы, что занялись. Дай бог вам продвижения. Спасибо, спасибо. Спасибо вам. Как говорится, добро делаешь, и добро тебе возвращаются. Ну, с зеленой дороги катайтесь. Да, спасибо. Да, первое ТО до 2000. Обязательно первое ТО. Сейчас пока спокойно. На кошерку лучше. На кошерку? Лучше на кошерку, да. Там, наверное, загруженность? Не загруженность. Там именно гарантийные машины на кошерку все. То есть, которые там быстро все поменяли. Там все будет. До 2000, потом каждые 8, не надо 10 тысяч ждать. Я присмотрел, но, блин, сейчас пока. Дорого. Дорого. Десятка, она раньше, там 4. Классная. Сзади мониторы, да, сделали здесь. Она же и японеца смотрит. Да, да. Здесь они все с Германией, либо с Японии машины. Это не где-то что-то делали. Это именно оттуда 8. Чистокровные. Да, конечно. Спишь и знаешь, что тебе в спину никто не плюет. Ничего плохого не говорит. Ладно, мы побежали. Все, удачи вам. Благ всех. Вам зеленый свет. Только, только всего самого лучшего. Манджарики как семечки ушли прямо. Как привезли, так и ушли они сразу. Так, Диккер 1 кредит взяли. Ли-9, Ли-7 купили. И еще один сейчас оформляет кредит. Ли-9. Это тоже кредит хотят взять. Обосмотрим, если одобрят. Слушай, ну, здесь половина машин уже проданы. То есть просто уже задаток вынесли люди. То есть забронировали, внесли. Понятно, Ли-9, Диккер, ну, Бэхи, ну, дорогие. Конечно, лучше БНУ взяли бы. Бэха, ну, это мощь просто. Вот она, Х5 в новом кузове, Х7 в новом кузове. И у меня семерка Каратыш. Прыг в последнем кузове. А я и не хочу в новом кузове. Я как-то посмотрел, покатался. Просто испортили их семерку, Бэху. Просто угандошили. Можешь какой-то еще новее семерка выйдет. Ну, тогда я на семерку пересяду. Я не люблю высокие машины. Я, честно, не люблю. Зиккер у нас осталось 3 штуки остаются. Ли-9 забрали, представляешь? Забрали, мы еще новые привезли. Люди приходят, забирают. По 5 миллионов, говорят, стоят где-то. И гарантия непонятная. Но это нормально. Я знаю, по 4 500. И люди там покупают. Вот они здесь стоят по 3 600. Планирую Шкоды новые. Ручки. Хочу ручки провести. На ручках людям удобно очень. Прям просят. Очень много просят ручки. Вольсвагены, Шкоды. И ручки, и автоматы провезем. И ДСГшки всякие разные. Ну, в планах, ребят, очень много машин завести. И чтобы был выбор, человек мог посмотреть, выбрать себе. И особо не наживаться здесь, не накидывать. Ну, это не нужно. Просто пусть знают. В чей-то салон и все. А там, знаете, лучше вот столько съесть, чем вот столько и в горле застрянет. Лексус, BMW, BMW. Пятерка, BMW в новом кузове, последняя. Сейчас X5-ю везут, еще одну. Тринадцать часов. Тут вообще космос. X7-я. Вчера два раза тест-драйв делали на X5-ом. И, может, ее заберут, кстати. Этот Дексус уже на нее глаз поставили два человека. Кто первый задаток и несет, тот и заберет. А вот электрички, ребят, ну, давайте откровенно. Мне не нравится. Как есть вот от сердца. Это не мое. Вообще не мое, не мое. Я лучше на Манджару сяду или на этом новом Атласе, чем на электричке. Летом, да, базара нет. Летом можно на ней ездить. Давайте посмотрим. Я сейчас сам наблюдаю постоянно там. Кто-то хайт начал, их зикеры. Ну, всех, кого я знаю, кто на них ездит. Слово плохое не проронил. Ничего плохого не сказали. Кроме как ништяк, кайфуют. Непривычно, потому что это другое совсем. Ну, не ожидаю. Сидишь и не понимаешь, что происходит. Люди берут их, берут. Проблем нет. Просто то, что нету обслуживания, да, ну, таких, как там, что-то серьезное. А там колодки, диски, миски, ТО без проблем, как бы, вообще проблем нет. Эти ТО мы сами можем сделать вообще. Мы не боимся этих машин. Это чисто на любителя. Вот прям, вот кто-то хочет что-то новое в жизни. Пожалуйста. Вот они. Черный, оранжевый, или седьмый, или девятый. Какой цвет хочешь, прям, выбирай. Смотри, какие девочки интересные. Смотри. Элементарно. Вот новый X7. Смотри. Ты посмотри на нее просто. Ты просто посмотри. Какой дизайн. Он вот как снаружи красивый. Самый красивый, что есть из машины, это бэх обратно. И также внутри эта машина. Сказка. Просто сказка, смотри. На этой машине люди приложили руку. Давайте посмотрим на девятый. Такая темно-коричневый салон. Уровень машин просто. Конечно, здесь наворотов больше, чем здесь. Но здесь не нужны столько наворотов. Я считаю, в машине столько наворотов. Ну, кому комфорт, он не отстает, парни. Но это так и есть. Сейчас не будем лукавить. Не надо эти рекламы. Заплатили, не заплатили. Он в комфорте не уступает никому. В двух словах, это настоящая бэха. Вон она. Это китайская бэха, ребят. Вот и все. Разница небо и земля. Так и цена у этой, как три у этих. Ну, тоже хорошая, неплохая машина. Это чисто как вторая машина для удобства, для семьи, для водителя. Это вообще прям шикардос. В этом плане, да. Надежность у нее очень хорошая. Безопасность здесь просто. Они не пожалели. Туда вложили душу, в эту машину, в безопасности. Тут мы уже знаем, что и как. Ну, то, что сейчас показывают. Жути гонят, людей пугают. Электричка. Рано или поздно мы, ребята, и так, и так на электричке переседим. Ну, я, наверное, буду последний, кто на нее взять. Вот камбрюши новые. Их прямо с автовоза. Пять штук забрали. Две здесь забрали. Две помостали. Новый полурей. Доехали девять штук. Везли пятьдесят машин. Тридцать сразу в такси ушли. И девять остались здесь. Пять, что ли, забрали вчера. И сейчас вот ходят тоже клиенты. Как раз коллрей выбирают. Зиккер на зарядке. Черный зиккер остался один. Два. Ли-9 остались. Трехсотку пригнали новую тоже на продажу. Ну, чтобы было разнообразие. В целом здесь машины такие, которые проверены. Все три бэхи на три литра дизеля. Это классный мотор. Это офигенный мотор. Согласитесь или нет, этот мотор поймете все. Коллрейды, я думаю, дня три и здесь их не будет уже больше. Прям раскупили их, эти коллрейды. Прямо все вот так сидели и вот так вот ждали. Да и цена, нормально. Цена. И, ребят, самое главное, гарантия. Я за эти машины все отвечаю. Я не дилер. Здесь все по-другому. Все по-человечески. Все как нужно. Без всяких ай-ой и так далее. Я понимаю, что здесь в принципе, да, машина эта, да, мы забрали у производителя, образно говоря, купили у него. Хрен знает, брак он, не брак. Ну, я сейчас к тому, что что угодно может быть с машинами. То есть, да, есть брак, попадаются. Ну, тю-тю-тю, на моем опыте пока ничего такого не было. Но даже если будет, я готов нести ответственность за это все. Не дай бог, что коснись машинам. Гарантийные обязательства выполняются просто по умолчанию, без всяких выяснений. А это зачем, а почему, а где и так далее. Ну, сейчас будет заполняться та сторона вся. Да и вот они там стоят, пол-рейды. Куда удачи не ставят. Вот они там. Вот они раз, два, три. Получается, тогда нет. Четыре, девять, тринадцать штук остались. Да, семь штук вчера вот и забрали. Семь штук, все правильно, да. Из пятидесяти-тридцать забрали, двадцать сюда доехали, вот, в салон. И уже их семь нету, все. Они их уже купили, катаются люди. Всегда рад. Пожалуйста, приходите, смотрите. Надо будет тест-драйв, дадим вам тест-драйв тоже сделать. Проблем нет. Отношение совсем другое от слова совсем. По Калуге сейчас тоже будем обновлять ее, дополнять туда еще машины. Бушные, ну, какие цены, как бы, недорогие цены есть. Там тоже новые какие-то машины. Стены все покрасим, сейчас черный цвет, то есть дизайн будет такой здесь интересный. Кол-рейды все черные, серые и белый цвет. Ну, самый такой прикольный цвета. А это что за хавал там стоит? Кто его там поставил? Это вообще арендованная, это сейчас тоже наше. Чем сюда поставили хавал? Ну, упаси, господи, уберите это. Сейчас надо сказать менеджерам, пусть уберут ее оттуда. Найдут хозяина и пусть ставят там, парковка там. Гламурную штучку сделали, да, внутри? Типа а-ля карбон. Внутри, смотри, это желтая полосочка. Это джинли. Это джинли, понимаете, такая недорогая, такая интересная какая-нибудь. А что, где они шустрые? Они шустрые, бодрые, такие шу-шу-шу-шу. Девушка сейчас думает, видишь, она говорит, я расстроилась, потому что нету подогрев руля. Почему-то у них нету, надо разобраться, почему у них нету, а у дилера они есть. У них таких цветов нету салонов, у них бордовые и черные там. А здесь другие уже салоны, видишь, разница почти 500 тысяч, она говорит, от дилера. Полмиллиона, извините. Подогрев руля сделать, дай бог тебе 30 тысяч это обойдется. Ты что? То, что на российском рынке поставляете, там есть подогрев руля, я не подогрев. Да? Ну все, ребят, поехали дальше. Трудиться, работать, тут все понятно, все показали вам. Вежуха идет, не будем мешать, здесь люди ходят, смотрят. Не будем отвлекать, не все хотят в камеру попадать. Там вот еще мужчина ходит, смотрит на Лексус. Торога, 930. Ну, хозяин барин, что хочет, что по кайфу, то и выбирает. А мы поехали, друзья. Я с вами не прощаюсь, до новых встреч, до новых наших видосов. Надеюсь, нравится вам наши видосы, надеюсь, интересно вам. Пишите, пишите. Поддерживайте наш канал, и нас больше увидят, и больше людей обезопасим от всяких разных никчемных, неликвидных китайских машин. Это Черри, Хавал, Джак, Амода. Иксид, посмотрим. Она тоже начала сыпаться. Чанган держится, хоть и там есть свои тараканы. Да, тараканы и в Джили есть. Да, но Джили лидер среди всех китайских машин. Я и сейчас скажу, и в технической части это скажу, да и в любом развернутом формате могу это обосновать делом и качеством и так далее. Опять же, в отличие от всех китайских машин. Вот это вот самое главное, запомните. Именно среди китайских машин Джили это лидер. Я с вами не прощаюсь, друзья. До новых встреч. Погнали. Субтитры сделал DimaTorzok